Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема «Возлюбили больше славу человеческую. Причина неверия иудеев во Христа». Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 37 по 48 стихи. Изложив в 12 главе своего Евангелия торжественный вход Господа в Иерусалим и беседу Христа перед Эллинами, евангелист Иоанн дальше переходит к очень важному вопросу. Если огромное количество людей торжественно приветствовало Иисуса, если к Нему обратились даже пришедшие из каких-то других стран вне Палестины эллины, то есть празелиты в Рат, то по какой причине неверующими оставались многие евреи? 37 стих 12 главы. «Столько чудес сотворил Он, то есть Иисус, перед ними, иудеями, и они не веровали в Него». Конечно, в греческом тексте стоит слово «симеон» – знак или знамени, и надо перевести так. «Столько знамений сотворил Иисус перед иудеями, но они не веровали в Него». 38 стих. «Досбудется слово Исаии пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня». Здесь Иоанн Богослов цитирует начало 53 главы книги пророка Исаии. Того фрагмента, где Исаия пророчествует о страдающем Мессии. О том Мессии, который возьмет на себя грехи всех верующих и будет заклан. И вот эта идея Исаии о страдающем Мессии была совершенно непопулярна в еврейском народе периода конца второго храма. Дело в том, что мы можем сейчас судить о умонастроениях евреев в той эпохе, накануне пришествия Мер Христа Спасителя, по небиблейским кумранским рукописям, которые распадаются на две части. Есть рукописи сектантского характера, написанные внутри есейского течения, но есть рукописи, которые являются и небиблейскими, и несектантскими, и скорее всего отражают воззрение широких слоев еврейского народа. Так вот, если идеи торжества Мессии, Мессии как политического лидера там присутствуют в этих рукописях, то, конечно, идея страдающего Мессии отсутствует полностью. Она не нравилась, к ней не были готовы. Но именно излагая пророчество о страдании Мессии, Исайя и задает вопрос, кто нам поверит, когда мы, я пророк от имени Господа, это описываю? Кому откроется мышца, то есть сила Господня? Ведь на самом деле в страдании и в смерти Мессии проявится слава, мышца, сила Божья. Интересное замечание делает один из наших экзегетов, епископ Михаил Лузин. Он говорит, что, конечно же, нельзя утверждать, что евреи не верили во Христа, потому что так напророчествовал Исайя. Все с точностью да наоборот. Исайя пророчествует о том, что когда придет смиренный кроткий Мессия, его еврейский народ не примет. 39 стих. Потому не могли они, то есть иудеи, веровать, что, как еще сказал Исайя, и дальше идет пророчество из 2, 6 главы, 40 стих. Народ этот ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Здесь Исайя говорит о слепоте глаз и окаменелости сердца. Конечно, слепота имеется в виду слепота духовного зрения, которая во многом обусловлена религиозными представлениями, потому-то иудеи и не увидели, не распознали в Иисусе из Назарета Мессию Машеха, что находились в рамках, в клетке своего искаженного представления о Мессии, как исключительно победители и торжествующем царе. Поэтому их глаза были ослеплены, они ожидали видеть другого. Но и сердце их, то есть нравственность, поступки, также были не на высоте. Сердце окаменело. Они не стремились к делу недобра, они не стремились к исполнению заповедей в религиозном плане, в этическом плане, а прежде всего старались исполнить закон Моисеев в юридическом отношении, внешне поставить галочку. И вот в этом и была одна из основных причин отвержения имя Христа. Неверное религиозное представление и отсутствие должной этики, дело недобрых дел, отсутствие правильного направления в духовной жизни. 41 стих. «Сие сказал Исайя, когда видел славу его, и говорил о нем». Иоанн Богослов подчеркивает, Исайя, которого иногда ведь называют даже ветхозаветным евангелистом, настолько он последовательно, ярко, точно описывает то, что произойдет в Новом Завете с Господом Иисусом Христом. Исайя был удостоен от Бога особого откровения, видел славу его и говорил о нем. 42 стих. «Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Ранее Иоанн Богослов уже упоминал о том, что фарисеи и начальники постановили, что каждый, кто исповедует Иисуса Христом, должен быть отлучен от синагоги. И, похоже, они это исполняли. Так вот, целый ряд начальников все-таки в него уверовал. Однако вера их не была сильной. Они не исповедовали в открытую Иисуса как мессию, потому что боялись быть отлученными от синагоги. Конечно, это не касается таких замечательных начальников, как Никодим и Иосиф Аримафийский, поскольку мы знаем, Никодим пытался и во время суда над Христом, чтобы его выслушали, ну и потом они вместе, когда необходимо было снимать тело Господа со креста, во момент наибольшего огорчения среди последователей Господа, они выступили публично для того, чтобы признать его своим учителем и снять его тело с орудия казни. Но, тем не менее, целый ряд начальников, хотя и верили, но открыто об этом не говорили. 43 стих. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вот она, третья причина маловерия людей из числа еврейского народа. Желание славы, желание, чтобы другие меня прославляли, и в таком случае, если я поддался этой страсти, я уже не буду высылать славу тому, кому достойна слава Божия, а именно Иисусу. Получается, что всего Иоанн Богослов приводит три причины, по которым иудеи не веровали во Христа. Первое, искаженное религиозное воззрение. Второе, отсутствие вектора в практической жизни, направленного на делание добрых дел, и третье, желание славы человеческой вместо славы Божьей. 44 стих. Иисус же возгласил и сказал. В греческом тексте стоит глагол кразо. Кразо означает кричать. И перевести следует так. Иисус же закричал и сказал. Далее следует краткая речь Господа Иисуса Христа, которая, видимо, была произнесена в храме Иерусалимском. Верующие в Меня не в Меня веруют, но в пославшего Меня. Христос еще раз указывает и подчеркивает те, кто веруют в Меня на самом деле веруют в Отца Небесного, потому что Он Меня послал. 45 стих. И видящий Меня видит пославшего Меня. Невозможно увидеть Бога, потому что Бог нематериален, Бог Отец не воплотился, но воплотился Сын Божий. И поэтому, конечно же, если видим Сына Божия, Который нам говорит об Отце, Который своими делами открывает любовь Отца, то можно сказать, что условно видим и Отца. 46 стих. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Господь вновь повторяет эту мысль. Если вы в Меня не веруете, то вы будете подобны человеку, который идет во тьме. Он может споткнуться, упасть, разбиться, запутаться. Он будет в отчаянии, он будет кричать, и все потому, что у него нет света, у него нет Меня. 47 стих. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Конечно, Господь здесь говорит, не пришел судить мир, и следует помнить смысл греческого глагола «крino». «Крино» означает прежде всего рассуждать, различать, и только потом уже выносить вердикт и судить. Христос говорит, я пришел не для того, чтобы вот сейчас произвести разделение, но для того, чтобы спасти мир, вот она основная моя задача, но придя для того, чтобы мир спасти, я даю свое учение, без которого спастись через меня невозможно, и поэтому если вы мое учение не слышите или не принимаете, а приняв слова мои не исполняете, то вы не будете спасены, и через это будете осуждены. Эта мысль содержится в следующем 48 стихе. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. 49 стих. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. По-гречески здесь стоят два разных глагола. Один глагол лего, собственно говорить, причем говорить какие-то осмысленные вещи, содержательно, и другой глагол лалео, который означает возвещать. Таким образом, сам Отец Небесный открыл Господу Иисусу Христу, что ему нужно говорить по содержанию и особенно, что это необходимо возвещать всем, это должно быть публично возвещено, это следует донести до каждого. 50 стих. И я знаю, что заповедь его, Христос говорит об Отце, есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Христос, обращаясь к тем евреям, которые стоят рядом, дает им понять, вы хотите исполнять заповеди Моисеева закона, вам нравятся фарисеи, которые исполняют эти заповеди во всех их мелочах и деталях, но есть основная заповедь, заповедь Отца Небесная, которая приводит к жизни вечной. Поэтому то, что я вам говорю и содержательно, и то, что я пытаюсь донести до всех с содержанием моего учения, и есть та самая основная важнейшая заповедь, которая дает жизнь вечную. Поэтому-то Господь Иисус Христос и называет само учение заповедью жизни вечной. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси 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 Внеси